Андрей Ильич очнулся от обморока, по крайней мере, через полчаса. Внизу, под ножей насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная, жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доминам печам. Голова его была так тяжела, что с трудом держалась на плечах. Больной висок при каждом движении причинял невыносимую боль. Ощупывая рану, он опять почувствовал пальцами липкое и теплое прикосновение крови. Кровь была также у него во рту и на губах. Он слышал ее соленый металлический вкус. Сознание еще не вполне вернулось к нему. И усилие вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная, беспредметная злоба переполняли его душу. Утро заметно уже близилось. Все было серо, холодно и мокро. И земля, и небо, и тощая желтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий и, как это случается иногда, при особенно сильных душевных потрясениях, говорил сам с собой вслух. Ему хотелось удержать, привести в порядок разбегавшиеся мысли. «Ну, скажи же, скажи, что мне делать? Скажи ради Бога!» Страстно шептал он, обращаясь к кому-то другому, постороннему, как будто сидевшему внутри его. «Ах, как мне тяжело! Ах, как мне больно! Невыносимо больно! Мне кажется, я убью себя, я не выдержу этой муки!» А другой, посторонний, воздражал из глубины его души, так же, вслух, но насмешливо грубо. «Нет, ты не убьешь себя! Зачем перед собой притворяться? Ты слишком любишь ощущение жизни для того, чтобы убить себя! Ты слишком немощен духом для этого! Ты слишком боишься физической боли! Ты слишком много размышляешь!» «Что же мне делать? Что же мне делать?» — шептал опять Андрей Ильич, ломая руки. «Она такая нежная, такая чистая, моя Нина! Она была у меня одна во всем мире!» И вдруг, о, какая гадость! Продать свою молодость, свое девственное тело! «Не ломайся, не ломайся! К чему эти пышные слова старых мелодрам?» — иронически говорил другой. «Если ты так ненавидишь Квашнина, поди, убей его!» «И убью!» — закричал Бобров, останавливаясь и бешено подымая кверху кулаки. «И убью! Пусть он не заражает больше честных людей своим мерзким дыханием! И убью!» «Но другой заметил с ядовитой насмешкой, и не убьешь! И отлично знаешь это! У тебя нет на это ни решимости, ни силы! Завтра же опять будешь благоразумен и слаб!» Среди этого ужасного состояния внутреннего раздвоения наступали минутные проблески, когда Бобров с недоумением спрашивал себя, что с ним, и как он попал сюда, и что ему надо делать. А сделать что-то нужно было непременно, сделать что-то большое и важное. Но что именно Бобров забыл и морщился от боли, стараясь вспомнить. В один из таких светлых промежутков он увидел себя стоящим над кочегарной ямой. Ему тотчас же, с необычайной яркостью, вспомнился недавний разговор с доктором на этом самом месте. Внизу никого из кочегаров не было, все они разбежались. Котлы давно успели охладеть, только в двух крайних топках еще рдел еле-еле каменный уголь. Безумная мысль вдруг, как молния, мелькнула в мозгу Андрея Ильича. Он быстро нагнулся, свесил ноги вниз, потом повис на руках и спрыгнул в кочегарку. В куче угля была воткнута лопата. Бобров схватил ее и торопливыми движениями принялся совать уголь в оба топочные отверстия. Через две минуты белое бурное пламя уже гудело в топках, а в котле глухо забурлила вода. Бобров все бросал и бросал лопату за лопатой уголь. В то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые, бессмысленные восклицания. Болезненная, мстительная, страшная мысль, мелькнувшая еще там, на дороге, овладевала им все более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему все более живым и ненавистным. Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Клокотание котла и гудение топок становилось все грознее и громче. Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряженностью. Кровь из раны потекла по щеке теплой струей. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний посторонний голос заговорил громко и насмешливо. Ну что же, остается сделать одно еще движение. Но ты его не сделаешь. Баста! Ведь все это смешно. И завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы. Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей Ильич пришел в заводскую больницу. Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным рукомойником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления. Что с вами, Андрей Ильич, у вас лица нет, проговорил он с испугом. Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих местах угольной пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях. Волосы падали беспорядочными прядями на лоб. «Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось?» повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки, подходя к Боброву. «Ах, все это пустяки!» простонал Бобров. «Ради бога, доктор, дайте морфия!» «Скорее морфия, или я сойду с ума!» «Я невыразимо страдаю!» Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно прикрыв дверь, сказал «Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает. Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам, но...» «Голубушка моя!» В голосе доктора послышались слезы. «Милый мой Андрей Ильич, не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов стоило побороть эту поганую привычку. Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию. Вы уже больше никогда, понимаете, никогда не отстанете». Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба. «Все равно, мне все равно, доктор. Я не могу больше выносить». Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с провоцовским шприцем. Через пять минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном, исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмыл.